Севастополь 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 Мы изучали весь мировой океан Во времена украинских Нельзя сказать, чтобы мы потеряли научный потенциал Но наиболее значимые результаты мы получали в рамках европейских программ А область исследований сузилась до Черного моря всего лишь И вот только тогда, когда Крым вернулся в состав России Мы стали восстанавливать свои позиции в науке океанологии И вот можно сказать, что в этом году, который уходит в 2016 году Мы уже окончательно свои позиции восстановили Ну вот если об итогах Смотрите, в этом году нам удалось провести три экспедиции На научно-исследовательском судне профессор Воденицкий Две экспедиции на судне «Бирюза» Экспедиции на платформе То есть в украинские времена экспедиции у нас практически не было Наш институт полностью выполнил государственное задание Поставленное Российской Академией наук и Федеральным агентством научных исследований А задачи в этом госзадании очень сложные Там и в области математического моделирования процессов в Мировом океане Физические и химические процессы требуется изучать Процессы в атмосфере Задачи в области морского прибородостроения и другие И вот наш институт полностью отчитался Завтра на итоговом ученом совете Наш директор расскажет о том, что институт конкретно вписал в отчеты в Академию наук Но вот я хочу сказать, что за этот год наши сотрудники опубликовали 160 научных статей Из них 62 в таких высокорейтинговых журналах, которые входят в базу данных Скопус Это самые престижные научные журналы Наши сотрудники участвовали в более чем в 200 конференциях научных Это такие 5 патентов на изобретениях, 16 авторских свидетельств Ну вот кроме бюджетного финансирования, мы же работаем в рамках госбюджета Мы еще работаем с разными организациями в различных проектах прикладного характера Вот с такими организациями, как Аэрокосмос, Фреком А вот еще, знаете, в этом году наши ученые выиграли 16 грантов Российского фонда фундаментальных исследований 16 грантов это очень много, один грант Российского научного фонда это 10 миллионов рублей То есть действительно год по-настоящему был насыщенный? Да, 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 и вот я хочу вернуться еще раз подчеркнуть То есть мне кажется, наш институт полностью вернул свои позиции Вот южной столицей такой науки и океанологии Вот наш институт в этом году стал самым крупным академическим учреждением Крыма Потому что в этом году у нас были выборы в Российской академии наук И избрали нашего сотрудника членом, действительным членом, академик у нас и два члена корреспондента Больше никакой другой организации в Крыму нет таких Ну еще могу сказать, в качестве большого достижения Наш институт провел в этом году в выходящем две очень большие научные конференции Одна, причем молодыми учеными была организована, где участвовали из 120 участников и примерно 20 или 30 научных учреждений Она так прогремела и на страницах интернета, и в СМИ Что теперь молодые ученые в России решили подобные конференции устраивать в других городах Вот следующая будет в Москве и уже на сегодняшний день 300 заявок И еще была очень большая конференция, уже взрослая, как говорят наши молодые ученые Там было около 200 докладов научных, самых крупных ученых со всей России Ну вот говоря о молодых ученых, невозможно не вспомнить, да, что на протяжении всего года мы часто наблюдали за успехами молодых ученых морского гидрофизического института Вот скажите, их достижения, их успехи, это действительно тот достойный фундамент, который построят будущие институты и развитие фундаментальной науки Да, вы правы, мы вообще в институте уделяем очень много внимания, дирекция, администрация института, чтобы молодые ученые у нас имели бы все условия для развития и успешной работы И мы гордимся нашим молодым ученым Во-первых, вы знаете, гости, которые приезжают с материка из научных учреждений, они удивляются количеству даже наших ученых У нас треть научных исследователей моложе 35 лет Это очень хороший показатель, и они показывают хорошие результаты Вот я уже упомянул о конференции Ну, например, в масштабах города, если вы слышали, было такое мероприятие Science Slam Да, мы как раз общались с победительницей Да, 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 вот победительница, это наша сотрудница И второе, по-моему, место, или Мизюк, наш, это представитель Совета молодых ученых, он тоже там отлично выступил А, кстати, как вам такая практика выступления молодых ученых? Ну, я тоже там присутствовал, мне очень понравилось Честно говоря, очень понравилось, потому что, во-первых, это было занимательно, весело и в то же время познавательно Вот результаты, которые обычно мы сухим научным языком на семинарах докладываем Вот наши молодые ученые смогли преподнести так, что, мне кажется, всем было понятно и интересно Ну, я думаю, такие мероприятия станут традицией в Севастополе Хотелось бы, чтобы они проводились чаще и чаще Молодые ученые имели возможность выступать, рассказывать, чем они занимаются, что их увлекает Это очень интересно, и, по крайней мере, можно все понять обычному человеку Да, вы правы Ну, вот если говорить о планах, да, каким бы вам хотелось видеть будущее института? Ну, вот если о планах, то, прежде всего, вот, как я сказал, мы хотели бы расширить, как бы, географию наших исследований И вернуться к изучению всего Мирового океана, ну, отдельных его областей И мы уже это делаем Вот, в частности, у нас в планах работ есть проводить исследования в Арктике Там мы и строим соответствующие математические модели циркуляции вот в Арктике И создаем специальные приборы, дрифтеры, которые будут измерять различные параметры морской среды Вот, в северных морях, или буи специальные разрабатываются, которые мерзают в лед И следят, куда дрифт уедины Вот, это одна область Второе, мы планируем, хотели бы все-таки приобрести одно, а может быть, если повезет, то два научно-исследовательских судна И уже экспедиционные исследования проводить Ну, особенно нам хотелось бы продолжить работы по совершенствованию систем, которые у нас уже созданы Систем диагноза и прогноза состояния морской среды Может быть, вы слышали, у нас уже действуют они в таком экспериментальном режиме То есть, вы можете на сайте посмотреть прогноз температуры воды, солености, скорости течений Прогноз на пять суток А сейчас проводятся работы, чтобы эти прогнозы делать более детальными С высоким разрешением в прибрежных районах Вот, ну и, как вы знаете, 2017 год — это год экологии Поэтому мы планируем расширить наше исследование вот в эту область, в область экологии Ну, хотя, вроде бы, как у нас морской гидрофизический институт, он, как бы, не совсем экологическая направленность Ну, если я имею в виду традиционное понятие науки экологии, как изучение человека, животных, там, микроорганизмов, их связь и с окружающей средой Вот, если так понимать, то мы, как бы, немного сбоку стоим Но мы же изучаем изменения и процессы в окружающей среде Поэтому наши исследования очень большое значение имеют для экологической науки Ну, раз уж мы заговорили о 2017 году, хотелось бы более подробно узнать Все-таки, какие ваши планы на грядущий год? Что будете делать? Что планируется делать? И как думаете, что получится? Ну, во-первых, я надеюсь, что получится все А вот планируем, вот как раз мы сверстали, это называется, годовой план Который уже утвержден Российской Академией наук и Федеральным агентством научных исследований Он очень обширный, поэтому, я думаю, что не хватило не только 15, но и 30 минут Это вот исследования и в области физики океана, химии океана, взаимодействия атмосферы океана, создания новых приборов для измерения параметров морской среды А особое внимание, как я сказал, год экологии будет уделено прибрежным исследованиям Скажем, эволюции пляжей, береговой линии под воздействием волновых процессов или хозяйственной деятельности человека Ну и уже в завершении нашей беседы осталось совсем несколько минут Может, поздравите наших телезрителей, своих коллег с наступающим Новым годом? Да, спасибо Я, конечно, поздравляю прежде всего своих коллег в МГИ, да и всех севастопольцев с наступающим Новым годом И поскольку он будет годом экологии, я думаю, что в этот год мы должны приложить усилия, чтобы улучшить нашу окружающую среду Не только в физико-химическом смысле, но и, может быть, в человеческом, чтобы наши отношения были теплее Я желаю всем хорошего настроения в Новом году, чтобы близкие их всегда радовали Ну а мы, в свою очередь, желаем вам успехов, удачи, чтобы было как можно больше достижений, новых открытий, процветания вам И чтобы все планы обязательно сбылись Спасибо вам большое, что пришли Спасибо вам большое Напомним, у нас в гостях был доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе у МГИ Александр Кубряков Это была программа «В контексте» Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон»